Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема этого выпуска. Вопросы на засыпку главе республики. Сегодня Сергей Меликов ответил на вопросы дагестанцев в прямом эфире. Об этом через несколько минут. Осторожная амброзия. Когда цветет коварное растение и чем опасно для людей, расскажут мои коллеги. И вновь шатры Рамадана. Сотни волонтеров готовы помочь открыть пост верующим. Сергей Меликов ответил на вопросы жителей республики в прямом эфире. Подобный видеодиалог с жителями республики впервые у главы региона. Количество вопросов, адресованных Меликову, превысило 3000. О том, как прошел онлайн-диалог, более подробно расскажут мои коллеги. Прямая линия с главой республики завершилась. Она длилась более трех часов. Количество обращений от местных жителей перевалило за 3000. В основном вопросы казались социальных сфер, а именно состояние дорог, жилья и воды. К примеру, на прямой линии был поднят вопрос достройки очистных сооружений, которые позволили бы положительно повлиять на качество воды в республике. В Дагестане четыре таких объекта. Они простаивают около 10 лет. По словам Меликова, сейчас региональные власти совместно с федеральным центром работают на создание схемы водоснабжения. Это позволит решить проблему на годы вперед. И сейчас, благодаря тому докладу, который мы произвели в Совете Федерации, получили средства на корректировку этих проектов. Потому что, вы знаете, строительство мы их тоже не можем. Потому что в 2008 году численность населения в том или ином городе была вот такая, сейчас вот такая. Объем потребляемой воды был такой, а сейчас он увеличился. Значит, объем очистки этой воды тоже увеличился. Если мы сегодня продолжим строительство того, что мы начали в 2005 году, оно эффекта должного не даст. Значит, нужно провести перепроектирование, нужно провести новые расчеты по этому проекту. Были подняты проблемы и в сфере туризма. Так, телеканал ННТ подготовил сюжет о важности организации комфортной и безопасной инфраструктуры на объектах туристического показа. Нередко на турмаршрутах происходят несчастные случаи со смертельным исходом. Вот эти объекты инфраструктуры на маршрутах, на вот этих кластерах, конечно, необходимо иметь, создавать и содержать их в надлежащем состоянии. Нам нужно в этом плане тоже четко отработать правила игры. И по этим правилам в этом году я обратился к руководителям муниципальных образований, чтобы именно они обратили внимание на комфортные условия для тех людей, которые к нам приезжают. После прямого эфира вопросы Сергея Меликову смогли задать и журналисты. По завершении онлайн-общения был организован пресс-подхода. Здесь удалось получить ответ на вопрос, который более всего волнует махачкалинцев. Стоит ли ждать реконструкции проспекта Имама Шамиля? Скажите, пожалуйста, какова судьба этого проспекта и ждать ли нам вообще его реконструкцию? Я не хочу ждать. Я в прошлом году, откровенно говоря, приостановил вложение федеральных денежных средств, планировал 60 миллионов вложить в ремонт проспекта Шамиля, но не было ни концепции по ремонту, ни четкого устойчивого проекта. Знаете, извините за выражение, так, наляпать ямочный ремонт в начале, в середине, в конце. Либо мы это начнем делать в этом году, либо мы в этом году будем делать хороший проект. И это часть вопросов, которые были озвучены на прямой линии с главой. Некоторые из них Сергей Меликов поручил ответственным ведомствам решить на местах и оперативно. А проблемы, озвученные жителями, касаемо ЖКХ, мусора и земли, руководитель республики отметил, что решить их здесь и сейчас невозможно по объективным причинам. Патима Тханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Махачкалинцы самые патриотичные. Патриотичные. Опрос проводился по всей стране в апреле. У респондентов интересовались, гордятся ли они тем, что являются гражданами России, беспокоят ли их будущее и настоящие страны, могут ли они назвать себя патриотами. Следом за Махачкалой самые патриотичные россияне живут в Волгограде и Челябинске. Менее патриотичными оказались жители городов Пермь, Воронеж и Москва. Рейтинг составило независимое исследовательское агентство Zoom Market. По их данным, 81% жителей страны гордятся, что являются гражданами России. Сегодня в стенах ДГУ состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Конституционно-правовые реформы в Российской Федерации и ее субъектах». Конференция прошла в формате пленарного заседания, в том числе дистанционно на платформе Zoom. В мероприятии участвовали преподаватели, профессоры университетов, ученые-юристы, сотрудники правоохранительных органов. Также конференцию посетил и член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России Сюрин Авакьян. Мы вносили такие идеи, говорили об этом слух при президенте, что реформа Конституции не должна замыкаться частными изменениями. Он сказал, что надо подумать, и в общем, посмотрите, 7 лет подумал и в конце концов предложил такую масштабную реформу. Хорошая погода не приходит одна. Вместе с первоцветами появляются и карантинные сырники – амброзия. На первый взгляд, безобидное растение не представляет опасность для здоровья населения. Она только начинает расти, а служба надзора уже проводит рейды по городу. Чем опасна амброзия и как бороться с сырником в нашем следующем сюжете. Полиноз, конъюнктивит, мигрень и бронхиальная астма – и это еще не полный список заболеваний, которые вызывает амброзия. Это заложенность носа, ринорея, то есть слезистые выделения из носа, чихание, зуд в носу, в глазах, светобоязь, слезотечение. Иногда могут быть и кожные проявления. Но самым грозным осложнением полиноза является бронхиальная астма. И поэтому при появлении указанных симптомов, конечно, необходимо обратиться к специалисту, то есть к врачу-аллергологу-иммунологу для установления диагноза и проведения лечения. Самым основным методом лечения и самым правильным и единственно эффективным методом лечения является осид. Это аллерген-специфическая иммунотерапия. Помимо того, что это сильнейший аллерген, растение влияет и на плодородие почвы. Начинает амброзия расти с апреля. В одной только махачкале сотрудники Россельхознадзора выявили 9 очагов заражения почвы. Нередки случаи выявления сорного растения вблизи школ, детских садов и медучреждений. Сорняк растет везде. На обочинах дорог, вдоль водоемов и так далее. Его категорически не должно быть в местах массового пребывания людей. Одним из самых эффективных способов уничтожения амброзии является многоразовое выкашивание сорняка или применение гербицидов. Надо учитывать, что все эти мероприятия необходимо проводить до его цветения. Россельхознадзор также обращает внимание на то, что в случае выявления карантинных объектов на собственном участке, граждане могут самостоятельно уничтожить сорняк. Необходимо выкопать растения с корнями и жечь. Делать это нужно в спецодежде и перчатках. Ученики школы в поселке Талги в пригороде Махачкалы получили возможность посещать творческие кружки. Напомним, новая современная школа на 360 ученических мест открылась в поселке совсем недавно. А с этой недели с ребятами начали работать педагоги детской школы искусств номер 7. Это единственная школа в Махачкале, которая охватывает практически все пригородные поселки. Накануне состоялись первые занятия в Талгии. Школьникам занятия пришлись по душе. Они планируют продолжить обучение. Шатры Рамадана. Раздача фиников и воды. В Дагестане проходят благотворительные акции в честь священного месяца. Ежедневно сотни волонтеров помогают верующим открыть пост. Подробности расскажет Хамзанур Магомедов. Время вечерней молитвы, время разговения. Верующим желательно сразу же открыть пост. Тысячи волонтеров по всему Дагестану раздают финики и воду на оживленных улицах. Они помогают мусульманам разговеться вовремя, прямо в дороге. Если говорить о всей республике, то количество воды, которое выдаётся, это более 15 тысяч бутылок с финиками. Мы ежедневно раздаём. Конечно, это очень большое количество волонтеров принимают участие ежедневно. У нас только в Махачкале более 300 волонтеров принимают участие в распределении этой воды и фиников на улицах нашей республики. Помимо этого, почти в каждом районе республики развернуты благотворительные шатры. Любой верующий может не только выпить воды и поесть фиников, но и вдоволь насытиться горячим пловом. Самый масштабный шатёр развернут во дворе джума мечети Махачкале. Сюда приходят как рядовые мусульмане, так и чиновники, духовные лидеры. На этот раз акцию поддержали представители Минспорта республики. Хорошие наши дела, это хорошее будет говорить о нашем народе, в нашей республике. Плохие наши дела, также, естественно, будет о нас говорить плохо. Так что мы будем стараться, каждый на своем посту, каждый на своем месте, быть полезными для нашей молодежи, для наших будущих поколений. Остро нуждающимся семьи волонтеры доставляют Дуна и Фтар прямо до дома. Организаторами благотворительных акций выступает фонд Инсан. Вот уже 10 лет они вместе с меценатами и просто неравнодушными людьми творят добро в святой месяц мусульмана. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Спортивно адаптированная школа Махачкалы теперь базируется по новому адресу на Лаптива 55Л. Вот уже 14 лет более 200 учащихся бесплатно тренирует 23 квалифицированных педагога. Школа оказывает услуги и по подготовке спортсменов, паралимпийцев и сурдоолимпийцев. А также занимается воспитанием детей с ограниченными возможностями по 12 видам спорта. Среди них армрестлинг, дзюдо, настольный теннис, пулевая и стендовая стрельба, регби на колясках, футбол, шахматы и другие виды спорта. По словам директора Булата Арсланова, задача тренеров, которые работают здесь сложнее, чем у педагогов, которые работают в общеобразовательных школах. Очень много времени уходит для достижения результата для людей с ограниченными возможностями. Если обычный ребенок, он с первого раза все это поймет и схватит даже со второй, с третьей тренировки, иногда для людей с ограниченными возможностями нужно, чтобы он провел индивидуальные такие... Каждому подход, каждому спортсмену для тренера находит свой индивидуальный подход для каждого спортсмена. И это очень, конечно, трудоемкий и затраточный такой процесс для тренера. К слову, в прошлом году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, воспитанники школы не переставали выезжать для участия в спортивных соревнованиях и завоевали 9 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей. А для того, чтобы дети не только занимались, но и отдыхали после тяжелых побед, в школе планируется открыть мини-кинотеатр. Люди, которые слабосущие, они не всегда могут попасть, ну, пойти в кинотеатр они могут, но, к сожалению, не могут всегда услышать тот фильм, который выходит на экранах наших кинотеатров в городе. Мы хотим такой создать мини-кинозал и хотя бы раз в неделю, раз в месяц включать фильмы с субтитрами для людей с ограниченного уровня, чтобы они могли также и провести свой... Во время вот этого паузы между тренировочным процессом они могут спокойно прийти сюда, как в родной дом для отдыха, чтобы отойти чуть от тренировок и отдохнуть. В Махачкале на стадионе имени Елены Симбаевой прошел первый полуфинальный матч чемпионата России по футболу среди школьников. Столичная академия «Динамо» принимала у себя московский «Спартак». Права первого удара по мячу предоставили почетному гостю этой игры Салману Дадаеву. Глава города выразила надежду, что участники матча достигнут больших успехов в большом спорте. Встреча за выход в финал завершилась победой гостей со счетом 3-1. Через неделю команды сойдутся вновь в ответном матче. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания.